Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Enterprise Elementary и в частности Photo Files. И наконец-то мы дошли до седьмого юнита. Это уже второй фотофайл по седьмому юниту. И нас интересует в седьмом юните страница 53. Вот это задание Writing a Profile of a Famous Person. То есть здесь надо написать об известном человеке. И имя и исходные данные нам даны. Фактически нам нужно, все что нам нужно, послушать озвучку. Эта озвучка будет на сайте по ссылке в описании видео. Можно будет пройти, скачать и прослушать. И кроме того нам надо еще пробелы заполнить здесь. А потом все вот это вот просто поставить в наш фотофайл и готово наше повествование об известной персоне. Здесь, кстати, в рамке есть детальная техника, как это все делается, что у нас должно быть в первом абзаце, кто это. Потом во втором абзаце, ранняя жизнь. Третий абзац, значит, более поздняя жизнь, то есть карьера. Ну и в последнем абзаце интересы, хобби, характер там и так далее. Чтобы не тратить времени на озвучку, поскольку она очень там простенькая, и вы прекрасно можете ее сами без меня послушать, поэтому я сейчас заполню эти пробелы по памяти, что здесь пропущено, здесь совсем чуть-чуть, а потом перепишу просто-напросто. Здесь простое переписывание вот этих вот четырех фрагментов сюда в фотофайл. Итак, introduction. Это первый наш абзац будет. Значит, Мартина Хингис одна из самых выдающихся теннисисток в истории женского тенниса. Здесь у нас уже стоит начало предложения, поэтому остается только дописать in the history of women's tennis. Итак, первый абзац, можно сказать, у нас готов. Итак, следующий абзац. Мартина was born in Kosice, Czechoslovakia. Далее у нас должна быть дата. Я здесь уже подслушала, и поэтому я поставила on 30 September 1980. Поэтому все переписываем. То есть, 30 сентября родилась 1980 года. Далее, следующее предложение. She started playing tennis at the age of three. Значит, здесь мы ставим точку. А следующее предложение с новой строчки или с большой буквы, как угодно. Самый обычный pass simple, ничего особенного. Started playing tennis, можно сказать. Без разницы. Она начала играть в теннис, когда ей было три годика. Далее, следующая мысль. Смотрим. В юнит. Her parents divorced and her mother remarried in 1988. Опять же, это все из озвучки. В озвучке намного больше материала, и здесь, если позволяло место, можно было бы дописать. Итак, из озвучки ясно, что when she was seven, когда ей было семь. Her parents divorced. И далее. And her mother. Ее мать повторно вышла замуж. Remarried. Вот оно, вот это слово. Remarried. Повторно вышла замуж. In. И дальше дата. 1988. Точка. Итак, у меня закончилось место, но, по-моему, там еще есть продолжение. Да. Moved to Switzerland with mother and stepfather has lived there ever since. Значит, я допишу это здесь сбоку. Then she moved. Она переехала в Швейцарию. To Switzerland. С мамой и отчимом. Stepfather это отчим. Здесь я, наверное, поставлю точку. А следующее предложение скажу так. She has lived there ever since. То есть, она живет с того времени все время там. Обратите внимание, что Present Perfect можно переводить даже настоящим временем. Почему? Действие из прошлого как бы в настоящее продолжается. Едем дальше. In 1994 she became European champion for players under 18. В 1994 году она стала европейской чемпионкой среди игроков до 18 лет. Короче, среди юниоров. Итак, мы переходим к следующей части. Это See Later Life. Ну, первая часть у нас, первый вот этот тезис, он у нас практически написан. Теперь дальше. Won the Wimbledon double title in каком-то там году at the age of 15. Итак, опять же из озвучки. In 1996 she won. И дальше придется переписать все то, что было в юните. Won the Wimbledon doubles title at the age of 15. Здесь у нас 1996. Обращаем внимание на фразу at the age of. В возрасте 15 лет. Можно было просто сказать when she was 15. Тоже было бы правильно. Дальше. Что это за Wimbledon doubles? Это значит соревнования в парах. Ну и title, понятно, титул. Ну и здесь я, наверное, еще по озвучке. У меня здесь много места, поэтому я допишу. At the age of 15. And became the youngest player. Это не обязательно делать, но у меня есть место. Ever to win. One million dollars prize. Продолжаем дальше. И так, дальше в юните у нас Grand Slam doubles in 1998. В озвучке сначала стоит дата, поэтому с нее я и начну. In 1998 she won. И далее all four Grand Slam doubles. Это значит, что в 1998 году она выиграла все поединки в парах в турнире Большого шлема. Все четыре поединка в парах. Итак, правильно ли я хоть написала? All four Grand Slam doubles titles. Ага, еще title должно быть. Далее опять, имея возможность дописать. Здесь у меня есть место. Я еще добавлю такое. Опять же, это все в озвучке есть. Since then, с того времени, her career, ее карьера, has had its ups and downs. То есть, имела свои взлеты и падения. И далее with injuries, с травмами. Это не обязательно писать, но я просто хочу, дабы у меня было хоть что-то написано. Поскольку в самом юните написано довольно мало. With injuries, и напишем еще. And surprising defeats. Ну, вот еще, наверное, здесь еще запятую поставлю и добавлю. Body of future. Ну, ее будущее. Здесь hair еще. Body of future. Looks still very bright. Все, больше места у меня нет. Переходим дальше. Мартина doesn't have a lot of time for social life. Значит, у Мартины нет много времени на светскую жизнь. She is determined and... Посмотрим, что у нас тут с характером. Determined, hardworking, keen on all sports. То есть, она целеустремленная, трудолюбивая и любит все виды спорта. Ну, наверное, я так это все и перепишу. She is determined and hardworking. Далее, сразу же по озвучке. She is also keen on all kinds of sports. Это очень интересная фраза. Немножко для нас это непривычно. Что вот это вот такое? Keen on. Keen on это то же самое like. То есть, по-другому можно было бы сказать, she also likes all kinds of sports. То есть, она любит все остальные виды спорта и охотно ими занимается. Но можно и вот так вот с глаголом быть. Обращаем внимание, что keen само по себе не является действием. Ему надо is. Это состояние, по большому счету. Итак, посмотрим, что у нас еще есть. У нас likes. Значит, что она любит? Horse riding, skiing, going to. Чего-то там. Сейчас посмотрим по озвучке. Art gallery, theater, cinema. Ага, это любит она ходить в картинные галереи, театр, кино и еще там куда-то. И кроме того, она любит кататься верхом и кататься на лыжах. Ну вот, я напишу прямо как в озвучке. Значит, кроме тенниса, apart from tennis. Вот так красиво можно. Здесь можно даже запятую ставить. Her favorite sports. И далее are. Horse riding. Катание верхом на лошади. And skiing. И катание на лыжах. Далее. Она также любит ходить в музеи. She also likes to go to museums, art galleries, галереи искусств, theatres. Также в театры любит ходить. And cinemas. Здесь написано в абстрактном таком виде. Я написала более конкретно, особенно что касается theatre и cinema. Можно было бы сказать, she likes going... Кстати, going тоже можно после like. She likes going to museums, art galleries, theatre and cinema. Тоже было бы правильно. То есть, вот это S ставить было не обязательно. И to go можно было бы также поставить going. Это тоже было бы правильно. Это кому чего больше нравится. Отличия есть, но оно очень-очень такое тонкое. Ага. И, кстати, в озвучке the стоит перед cinema. И the перед cinema. Я его пропустила. Теперь у нас осталось, по-моему, только планы на будущее. Посмотрим, что у нас есть. When she retires from tennis, she would like to keep race horses. Когда она уйдёт из тенниса, она хотела бы разводить скаковых лошадей. Или лошадей для скачек. Здесь можно в чистом виде всё переписать. Ничего особо не добавляя. Слово retire – это отойти от дел. Если угодно, уйти на пенсию. И обращаем внимание на предлоги. Retires from tennis. То есть, когда она уйдёт из тенниса. Вот это уйти из тенниса – это retire from tennis. И далее she would like. Это тоже самое want, только красивее. И далее to keep. Содержать или разводить. Race horses. Вот таким вот образом. Вот такой у нас получается рассказик. Здесь немножко нерационально распределили место. И поэтому всё не поместилось. Первый абзац почти не о чем говорить. А вот во втором абзаце куча места. Вернее, куча текста. А совсем мало места. Далее, чтобы заполнить третий абзац, мне пришлось просто, как говорится, от фонаря и зазвучки дописать дополнительно чего-нибудь. Потому что в юните было очень мало. Это бы не было даже половины. Ну и последний абзац. Здесь можно было бы ещё, наверное, чего-то добавить. Но больше в озвучке ничего нет. Итак, напоминаю, что это всё Enterprise Elementary. Фотофайл к седьмому юниту. Второй уже фотофайл к седьмому юниту. Если у вас нет книги, ссылка на скриншоты. Страницы из юнита, а также этой страницы с моими всеми записями. Будет по ссылке в описании видео. Равно как и файл озвучки, также будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok